Дневной разворот Дневной разворот Дневной разворот Дневной разворот Дневной разворот Ну, вот давайте сразу, чтобы не мы с тобой объясняли, и не Саша Лупов, который, в общем, хорошо знает школу КГИ, а Виталий с Анатолием, которые впервые на него побывали. Вот смотрите, ребят, постулат такой, по школе КГИ, но в первый же раз, так ведь? Именно в школе, да, но на мероприятиях, проводимых КГИ, я был уже не первый раз. Мы даже являясь лауреатом, в 2016 году получили премию Ростока новой власти. Ура! Так что вы наговаривайте. Я не наговариваю. Я хочу, чтобы вы своими словами нашим слушателям сказали, что эта история не про какие-то частную инициативу и частный интерес. Это история, которая будет отражаться на судьбе нашего города. Почему? Я имею в виду КГИ и мероприятия, которые он проводит. Ну, может, даже не то, что город, наверное, страны. Там все-таки знания, которые нам давали, они были глобальны, и даже не то, что там не было готового ответа. Там дали все входящие, чтобы мы порефлексировали, и каждый принял у себя, как надо двигаться дальше. Ну и плюс задали, подсказали тренды, которые будут, и плюс задали, в принципе, понятие «хорошо-плохо», то есть в какую сторону думать при этих выводах. Виталий? Да, хочу поддержать. То есть это было такое полезное мероприятие, недельное рефлексия вдали от какой-то рутины на тему урбанистики, на тему больших данных, на тему брендинга городов, на тему борьбы с коррупцией, на тему всех важных антренов, которые мы имеем. Был важный взгляд вообще, в принципе, куда двигаемся не только наш город, наша страна, но и весь мир, потому что мы живем в глобальном мире, мы все взаимосвязаны, и важно смотреть обширно, чтобы действовать локально, если глобально, как говорится. После ваших слов и того, и другого, я как слушатель выключаю приемник и думаю, мыслите глобально в другом месте. У меня сейчас воду отключили, теплоснабжение, еще не знаю, как двор разгребут, и врут ли наши власти насчет того, что хотят там Ежовский родниковый, озерно-родниковый комплекс превратить в парк. Или гаражи построить. Или гаражи построить, у Морозова все забрать. Вы там со своими глобальными, значит, идеями, мне сейчас неинтересно, и вообще я борщ готовлю, обед скоро будет, муж придет. Давайте приземленнее, можно? А потому что все эти приземленные проблемы идут из-за того, что система, которая сейчас есть в стране, она, ну, немножко себя исчерпала, и она вообще не в ту сторону зашла. И без вот таких глобальных выводов, да, без, чтобы отойти в сторону, посмотреть сверху, и посмотреть, что именно сломают, что именно где-то крутить, и тогда не будет ни гаражей, ни жестких вот этих вещей и прочих конфликтов, но не будет, но не будет гораздо меньшим количеством, чем сейчас. То есть это действительно довольно важная вещь. Хорошо, давайте пойдем, значит, по отдельным частям. Окей, и начнем тогда мы подробнее по пунктам. Сейчас предоставим слово Александру Лупову. Саш, скажи, пожалуйста, вот неделю в Звенигороде была школа, Зимняя школа КГИ. Понятно, что, конечно, ты как специалист по инициативному бюджетированию понимал, о чем там идет речь, и какие в том числе тебе будут вопросы задавать, и явно, и в кулуарах, и прочее. Потому что мне кажется, что весь офис уже инициативного бюджетирования побывал в школе. Ну, по крайней мере... Я последний, кто... Кого послали. В прошлом году у нас вообще шестеро было, и там большинство было как раз из офиса. Вот. Вы зачем, люди, которые осуществляют проект поддержки местных инициатив Кировской области, вы зачем туда ездите, какие знания приобретаете, каким опытом делитесь? Ну, то, что мы знаем, все это громко сказано. Ну, во-первых, было четыре дня. Один день был посвящен именно инициативному бюджетированию. Целый день? Ну, целый день, да. Но одна лекция была из НЕФИ, была Надежда Гаврилова, как раз которую мы хорошо знаем. Она рассказывала, был у нее хороший доклад. На одной из слайдов даже была моя фотография. Собрание Кировского собрания, где я каким-то чудом оказался, а потом Надя об этом написала. Она очень была удивлена, что туда попала эта фотография. Ну, вообще, тренд ППМИ и развитие территории, именно само бюджетирование, оно очень тесно связано с урбанистикой. Я считаю, что это одни и те же колеса, вернее, разные колеса у одной и той же телеги, которая нас несет в хорошее будущее, в светлое. То есть, расшифровывая, без участия граждан, они сразу меня опережают, чтобы не писала. Без участия граждан невозможно дальнейшее развитие городов, сел и так далее. Невозможно благоустройство, невозможно устойчивое развитие городской среды, что и значит урбанистика, если кто-то еще сопротивляется этому слову, без соучаствующего проектирования, участия всем, деньгами, мыслями, идеями, руками. Совершенно верно. Без заинтересованности, возможно, я бы так сказать. Заинтересованы все в дальнейшем развитии, и все эти темы, они настолько сидят, эта урбанистика, по моей интенсивной бюджетировании, они все настолько переплетены, что они должны действовать все вместе, я считаю. И тогда это будет на самом деле сила. Виталий? Да, очень важно понимать, что мы все-таки живем в такое время, когда города активно меняются. То есть, если мы вспомним, там, 20-й век, который уничтожил деятельность, то 21-й век уничтожил города в том виде. То есть, если говорим про мировой тренд, по оценкам как раз вот института при КГИ, более 850 городов в российской вероятности могут, в принципе, умереть. Ну, как бы условно умереть, потому что мы видим миграционный поток, который происходит, именно это связано с тем развитием агломерации, которую мы видим. То есть, если мы поднимемся в воздух ночью над нашей страной, то мы видим две агломерации, Москва и Санкт-Петербург. Основное, в принципе, не видно. Да, где-то будет светиться, может быть, Казань, где-то будет светиться Новосибирск, но в целом такой темная страна. В каком году, ты говоришь, 850 городов? Ближайшее, там, десятилетие? Ближайшее десятилетие. Там Киров есть, где этих 850? Сразу скажите. Сразу скажите. Нет, нет, скажи сразу. Если 850, это конкретно... Не звучал. Киров не входит. Не звучал, но в кулуарах мы с Александром Сагамоновым, как раз, кто был главным спикером, организатором именно от школы, как раз говорили на тему Кирова, он говорит, ну, риски-то есть на самом деле, и поэтому нужно думать, куда и как развиваться. Мне-то все-таки кажется, что вот эти 850 городов, в первую очередь, я считаю, идет, наверное, не о региональных центрах. Это, наверное, вот все-таки менее крупные города, возможно, которые будут агломерироваться, присоединяться. Мы же понимаем, что те потоки миграционные, которые идут, то есть из Кирова, с области приезжают в областную цену, в город Киров. Из города Кирова мы видим огромные потоки, которые уезжают в более крупные города, в более крупные агломерации. Из них уезжают в Европу очень многие. Активные самые люди. Или в Азии. Тут вопрос в том, что емкость областей, она уже кончается. Соответственно, если из Кирова продолжат также дальше уезжать, а продолжат, то в Киров приезжать уже, по большому счету, не к кому. Если еще приближайся 7-8 лет мы протянем, то дальше будет все хуже, хуже и хуже. Если сейчас не найти то, что заставит людей здесь оставаться и приезжать новых, мы проиграем в этом споре. И тогда никакие гаражи и никакие жесткие пруды нам не помогут. И это значит промежуток 8-10 лет. Это ближайшее будущее. Вот один шаг. На самом деле больше, потому что за 80 лет так сильно ничего не меняется в этих процессах. То есть в этих процессах 10-15, даже 20 лет это не стоит внимания. А с другой стороны, Виталий, если мы будем говорить о том, насколько темп меняется развитие этого мира, то есть то, что раньше занимало полвека, сейчас занимает 5 лет. Так что мы, может быть, рассчитываем, что 20 лет еще мы можем спокойно курить бамбук, то на самом деле через 5-8 лет уже все. Уже может быть чисто поле в наших районах. Сейчас меня, конечно, правительство слышит, думает, что тут за никонагнетает. Ну так, я утрирую, конечно. Но, да, и город весь уже застроенный такими многоэтажками с клетушками, значит, по 32 квадратных метра, где живет все селяне уже, да, он будет опять пустить, потому что все поедут в Татарстан. Не по 32, Светлана, меньше. 24. Иначе будет за мусор невыгодно платить. Меньше. Дело в том, что возможности для роста какого-то скачкообразного, они уже исчерпаны. То есть многие, кто хотел и мог переехать, они уже переехали. И обратно их не вернуть. Это важно понимать. Если, ну, как вариант, можно накачивать страну китайцами, да, то есть вот обратно ехали в город Киров, в Нижний город, там просто заехали какое-то огромное количество китайцев, с баулами просто заставили весь вагон, начали там ругаться с проводниками, всех разбудили и все прочее. То есть как вариант, да, то есть пополнение населения. То есть демографическая ситуация, она, вот мы находимся в кризисной ситуации, когда мы не сможем вырасти, взрасти какое-то поколение, огромное количество людей, которые смогут как бы наполнить эти агломерации. Подождите, у вашего... А вы об этом говорили, кстати, прощите, пожалуйста, о китайском вопросе, так скажем. Там как грозы не было, там просто именно с математической точки зрения еще просчитывалось, откуда брать все-таки народ. Так, прервемся на полминуты, это надо обдумать. Так, продолжаем разговор. Мы говорим... Ой, спасибо большое, приземлилась ко мне прямо на место. Мы говорим об итогах зимней школы университета. Программка зимней школы, да. Ну вот смотрите, какая интересная история. Еще раз скажем, Анатолий Курбатов, Виталий Брам, Александр Лупов у нас в гостях. Только что ребята вернулись с очередной, ну не для себя, а в принципе для школы комитета гражданских инициатив с очередной сессией в Звенигороде. Мы там были в прошлом году, и очень интересно. Я считаю, что прошлое сессиями здесь с Мишей Шевелевым обсуждали, она в этом году хорошие дала всходы. Мы действительно смогли несколько проектов провернуть, и проект по Пумы тоже обогатился, ну и в принципе в урбанистике тоже много чего было сделано, благодаря в школе в том числе. Поэтому мы так подробно и разбираем, и нам очень важно, ребята, услышать, какие у вас конкретные, возможно, планы возникли, какие-то, может быть, даже планы межрегиональные или просто городские, или пока вы только в состоянии переваривать всего того супа интеллектуального, который вам был сервирован, собственно, в школе. Но вот смотрите, давайте мы пока Китай оставим в стороне, хотя надо сказать, что китайский вопрос, наиболее радикализированные слои населения, они уж тут скажу, говорят об этом как о китайской угрозе. Но китайские вопросы разбираются сейчас... Просто до Кировской области еще не докатилось, так как до Сибири, до Урала... До Кирова, до Кирова, до Кирова, до Кирова, На самом деле везде. Ну, может быть, не в таких объемах просто. От Котельнича и Афанасьева, но если они не ходят у нас под окнами, это не значит, что как бы этого вопроса не существует. Значит, от Кирова до, пожалуйста, Москвы и Берлина, где я была, там тоже разбирался буквально там две недели назад этот вопрос очень серьезный, потому что у китайцев очень четко и самый главный план это их исполняется. Мы видим, что у них происходит. То есть они, они в отличие от мечущейся Европы, Америки, не буду никак характеризовать и нас, они движутся семимильными шагами, исполняя свой конкретный план. И он такой... По захвату мира? В общем, не скрытый. Нет, никто не говорит об этом. Но давайте мы вернемся сейчас к школе КГИ, и все-таки увидим, что здесь очень много проурбанист. Я вижу постурбанистика, постэкономика. Вот вы знаете, я что хочу спросить у вас. В прошлом году мы говорили об истории, которая существует здесь и сейчас. Да, вот что касается развития городов, населенных пунктов страны, здесь и сейчас, там очень короткий промежуток времени. Когда есть приставка пост, мы говорим о том, что произойдет через 10, 20 и 50 лет. Зачем была взята такая тема? Почему вы ее разбирали? Вообще, зачем думать о том, что будет через 50 лет, когда столько много проблем? Сейчас вот люди бы звонили и говорили, да о чем вы вообще? Вот сегодня теплотрассу прорвало, это вот ваша урбанистика вся вот там ушла. Задвижка сломалась. Да, задвижка сломалась, сейчас Шульгин об этом говорил. Уже починили. Зачем думать о том, что будет через 50 лет? Как это сказывается на нашей нынешней жизни, вот здесь и сейчас? Как раз у нас и вот эти задвижки летят, потому что 15-20 лет никто об этом не думал. Никто не думал, да. Если сейчас не думать о будущем, то эти задвижки будут в такой геометрической прогрессе начать ломаться, что мама не говорит. Давайте обозначим основные тренды, которые в голову вам вложили. И на что вы обратили внимание? Что вот в сердце запало? Да, Саша. Ну, мне больше всего, наверное, впечатлило то, что был день посвящен цифровому городу, где строятся планы. Весь город в смартфоне, да? Да, да, да. Вот эти лекции этого дня мне понравились больше всего. Больше всего информации я оттуда почерпнул. Все делается на основании открытых данных. То, что мы сейчас все цифрой, на самом деле, пользуемся очень много. Везде все это фиксируется. Давайте людям расшифруем. Ну, и это, в принципе, это и хорошо, а с другой стороны, это же и плохо. Потому что, как рассказали нам, за нами следят все, начиная от фитнес-браслета. Особенно китайцы. Да, особенно китайцы. Китайские браслеты, фитнес-браслеты, они, оказывается, все копят, все данные все передают. Распознавали лиц походки и так далее. В Китай? Это нам не уточняли. Да, ну, Трамп же отказался от работать с китайцами в плане цифровых технологий. И не только Трампа. А Австралия первая приняла запрет на 5G. Ну, не будем переходить на Америку и на китайцев. Да, но факт в том, что очень все сильно развивается, очень развиваться цифровые технологии. Можно отследить людские потоки полностью, в графиках, в диаграммах, когда, куда двигаются. Очень хороший нам пример приводили, как Андрей Кормацкий. Да, очень мне понравился руководитель фирмы Ур... Я не знаю, здесь у него не написано. Урбика, да, да, да. Он отработал, по-моему, около 10 лет в Яндекс.Картах. Сейчас он у него свой бизнес. И они анализируют как раз вот эти все цифровые технологии. Мы с ними сотрудничаем, между прочим. Карта ДП Кировской области составлена как раз второй регион в Кирове, в России, в которой вышли. Карманский, Андрей. Да, очень серьезный самый человек. То есть на основании вот этих вот данных, которые собирают цифровые устройства, можно отследить человеческие потоки. На основании этих человеческих потоков можно понимать, где что нужно делать, строить. Да, на основании этих потоков очень много что происходит. То есть составляются маршруты общественного транспорта. Я говорю, нам был приведен такой пример, как у них велосипед, велосипедные станции. И вот как велосипед... У кого у них-то? В Москве. В Москве сделаны, да, в столице сделаны эти велосипедные станции. И как эти велосипеды, анализируя, где они находятся, они дают оператору задание, с какой станции на какую перевести, чтобы всегда хватало данных велосипедов. Да, там надо делать просто чат-бот, телеграммы, просто водитель едет. И вот здесь я должна как раз встрять и применить это к нашей ситуации. Вот на урбанистическом форуме, вы помните, был представлен нам тот самый институт, который разрабатывает сейчас транспортную стратегию городскую. Назовем его институт из 80-х. Это, Анечка, вообще ни разу не про цифру, ни разу не про потоки, ни разу не про планирование на 10, 20, 50 лет. То есть они вообще не замеряли? Эти люди по ГОСТам и СНИПам 80-х годов сейчас осваивают деньги наши. Вот я так это увижу ситуацию. Подожди, ты же осваиваешь? Сейчас Толя может меня поправит. Но вопрос вот в чем состоит. Я знаю, что Игорь Багин, я знаю, что Гриша Долгих, люди, которые заинтересованы со стороны активистов в том, что все-таки мы современно развивались, они написали кучу писем и талмудов, что, ребята, нельзя ничего планировать, если вы не вышли и не просчитали. Не просчитали, откуда, куда люди едут, где они работают, где больше всего будут они жить, где возьмут культурные центры. Не разгрузится город, не изменится транспортная система. Правильно ли я? Я не знаю, вы понимаете. Это очень важная история, потому что как раз-таки много говорили о том, что как оценивать вообще развитие гламерации, где статистика, где данные. То есть на данный момент в стране не делается ничего для оценки, в принципе, ни потоков людей, ни то, как они передвигаются, чем они занимаются. То есть сколько людей приезжает город, допустим, как еще, о чем мы говорим, когда говорим про гламерацию. То есть мало просто присоединить какой-то населенный пункт к областному центру, который находится в 70 километрах от города. Нужно создать инфраструктуру транспортную, нужно создать смысл, как будут люди пользоваться. Потому что иначе просто люди могут там переехать. Была такая шутка, что сейчас строится мост в Сахалине, и шутка заключается в том, что все по этому мосту оттуда и уедут. Приедут и обязательно вернутся. То есть он больше не нужен. Да. Собственно говоря. На материк. Сахалин. У нас, на самом деле, в Кирове была шутка такая, озвучивалась неделю назад в нашей редакции. В Чепецком. Что в советское время не построили мост в Чепецк, для того, чтобы за товарами туда не ездили активно. Когда здесь был дефицит, а в Чепецке все-таки попроще было. Мне про цифровый город на этой лекции понравился очень хороший пример. Есть уже частные конторы в мире, которые сотрудничают с некоторыми американскими городами и штатами. Они прогнозируют совершение преступлений. То есть поставлены камеры, они видят, когда въезжает новая машина, не местная, которая раньше здесь не была, в город. И если она задерживается, или, допустим, у этой машины непонятная какая-то преистория, тут же идет сигнал шерифу, и он приезжает, ее встречает. Тут какие-то подозрительные люди. Если, допустим, напротив банка в каком-нибудь помещении заходят там три человека арабские, у которых там есть, по камере шерифа познается, тут же подается сигнал на пульт, и это быстро все реагируется. И такие вот вещи, они сейчас уже применяются довольно активно, и они реально очень сильно влияют на безопасность и в городе. Это все взаимосвязанные вещи. И это очень просто и легко, на самом деле. Конечно. И все, что нужно, это применить цифру. А наш президент, который говорит о цифровой экономике уже последние энное количество лет, что-то ничего, как-то, вот я не знаю, ему какие данные вообще представляют. Наш президент, говорят, компьютером не пользуется. У него папочки, да, на столе. У него папочки. А примитивно Кирову, опять же у нас есть, вот я завел лично знакомство с Дамиром, это цифровый умный город Самара. Они поставляют в Россию систему распознавания лиц, платные парковки полностью по комплексу, все прочее. Я в конце недели случайно поеду в Самару по дороге, и мы с ним догадимся встретиться в офисе, он мне все эти брошюрки, все покажет. Я донесу до нашей администрации, как это можно посмотреть, потому что там, помимо этого порядка на улицах, сразу как бы и пополнение бюджета, и все прочее. Ну, эти вещи. То есть, уже КГИ, вот сама зимняя школа, она какой-то дала такой эффект. Толкчок. Просто нужно понимать, что... Потому что же не только образование от Верхушки, это же еще общение, там было больше 4 регионов. Мы к ним сейчас перейдем, но вот просто давайте хотя бы на этом примере цифрового города добьем эту историю. Вот смотрите, поэтому все происходит. Денег нет, мы говорим, плохо развиваемся. Деньги федеральные поступают по комфортной городской среде, по безопасным дорогам. Тоже все плохо. Потому что нет статистики, потому что нет планирования, потому что нет потоков. Вот размазали этот кусочек масла, этот асфальт по этим дорожкам. Ребят, это не то. Вы увидите через год, через два, что будет с этими дорогами. Окей, не купили в сентябре автобусы, сейчас закупим. Но это тоже ничего не решает. Все равно будем в них толкаться, все равно будем их долго ждать на ужасных дырявых остановках, пока не перейдем на современные виды планирования и мировоззрения. Как нам говорят, в нормальном современном мире автобусы установки по большому счету и не нужны. Люди должны понимать. Маршруты должны ездить так, чтобы народ не просто не стал на установках. Практически. Он пришел и тут же уехал. Или люди должны понимать, в какое время подойдет автобус и к этому моменту подходить. На удаленных установках. У нас своих, собственно говоря, посмотрел и пришел. В целом, в стране насколько сможет измениться и изменится ли там вектор развития. Сейчас мы прокачиваем, системно прокачиваем одну агломерацию. На самом деле. Москва. Москва, Московская область. Огромный центр. Все остальные, в принципе, агломерации, города, регионы, они в забвении находятся. Да, и надо сказать, что мы прокачиваем буквально, потому что прокачивается Москва нашими, в том числе, деньгами. Так ведь? Конечно. И ведь нам говорят, что Москва такой эффективный город, но на основе опять же чего? Какой статистики? Того, что там зарегистрировано много-много организаций? Но она от этого не станет возможно эффективнее, чем тюмен. Как раз показали все данные и все прочее. Москва очень эффективный город. И в плане человеческой логистики, в плане каких-то экономических показателей, это она как пылесос. Она просто высасывает все соки из регионов. Она просто высасывает соки. То есть там нет никаких новых производств. Она не дает ничего Подмосковью, потому что оттуда люди просто едут охранниками работать. У них работы на местах нет. Это какие-то беспорезные занятия. И на самом деле эффекта экономического ни для страны, ни для самой Москвы никого нет. не генерирует ничего. Никакой пользы для нас. Но при этом деньги, конечно, там коммунируют. Который показал пример, как прекрасная именно генерация новых идей и финансовых каких-то вещей, и промышленности, и технологий. Но опять же, он это делает не за счет развития, а перетаскивания из других регионов, высасывания лучших кадров и лучших технологий. И ведь именно поэтому мы говорим, что Девицития бюджетов или кадров или понимания не дают развиваться другим территориям. Почему там трубы рвутся, грубо говоря? Потому что мы запустили всю эту инфраструктуру в течение последних 20-25 лет. А Василий Алексеевич Киселев предупреждал, между прочим, еще 15 лет назад. Он же предупреждал, а никто не прислушался. Сейчас мы говорим про условную какую-то концессию, которая привлекла к повышению тарифа, и которая, возможно, через 20-30 лет позволит нам отниматировать сети. А будет ли это так? А кто туда зайдет? Одна из секций в том числе была про публично-частное партнерство, в том числе эти концессии, энергосервисные контракты и все прочее. Так вот, были обозначены определенные проблемы при увеличении инвестиций этих, отсутствия информации в первую очередь о состоянии этой инфраструктуры. Как у нас киры? А куда вкладывается к условному концессии, нету или кому-то еще? В каком состоянии? Сколько этих сетей находится в чьей собственности? Простой пример от этого глобально. Очень важно, я знаю, что ты занимаешься этим вопросом, в том числе сетями и сейчас концессией. Но мы сейчас с Аней проведем параллель с первым часом, что касается отсутствия информации и планирования. Вот у нас первый час был посвящен полностью Морозовской горке. Как выяснилось, мало того, что она отсыпана полностью строительным мусором, мало этого, там еще оказывается изменено русло реки Хлыновка, причем изменено, как вот школьникам, например, где-нибудь в тетрадке сделайте прямой угол. То есть вот прямое русло, а на нем несколько выемок, вот буквально под прямыми углами, то есть для того, чтобы нормально работала горка. И при этом это на протяжении десяти лет делалось, вот здесь, практически в центре города. И писалось об этом. Мы читали, и это не раз поднялась тема, но в администрации это все там заминалось. Это все прямо там тонуло, 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 и вот сейчас это начало всплывать. Ну вот и что? Ну вот, не то же всплывать, а то, что просто новая администрация начала обращать внимание на сигналы. Новая администрация начала планировать Ежовский озерно-родниковый комплекс. И в результате этого планирования глобального, потому что мы говорим о глобальном озеленении, о глобальных рекреационных зонах, стали выявляться такие факты. Прервемся на полтора минуты. Сейчас Аня произнесла сакраментальную фразу в перерыве. Давайте мы немного приблизим темы, о которых мы рассуждаем к людям обычным. Мы вроде с этого начали. Нет, нет, нет. Давай вот еще о чем говорили на зимней школе. Давай смотреть. Потому что очень важно, на самом деле, переварить весь этот, в эту кучу информации. И ее так сразу на гора, конечно, не выдашь. Но вот мне кажется, если ты не возражаешь, то ли хорошую подачу нам дал до перерыва, он заговорил про горизонтальные связи, про то, что огромное количество людей приехало из разных регионов, и уже стали с ними завязываться контакты, и первые наметки, мысли о проектах появились. А я об этом говорила, что благодаря вот этим связям и контактам и у нас в этом году были проекты, которые так или иначе сказались на нашей истории, в том числе урбанистический форум, например. Все спикеры приехали абсолютно бесплатно, потому что были знакомства или знакомые знакомых, и получилось договориться об изразмезанном их пребывании. Это на урбан-форуме Кировска. Давайте, кто приехал, каков был состав? Я видела очень много знакомых, уже лица там, которые были не первый раз на этой школе, но было много новичков. Вот вы были новички, и спасибо вам, кстати, организаторы сказали, что приехала сильная команда из Кирова. Это классно, это приятно всегда, потому что мы тут сидели и обсуждали на самом деле, кого мы зашлем с Николаем Плюсниным, оправдали наши надежды. Кто были эти люди, с чем они приехали, с какими вопросами и запросами, Виталий? Слушай, это были люди, которые уже сейчас, многие из них реализуют какие-то проекты общественные, социальные, общественные, важные проекты от общественного контроля, заканчивая там проектами в урбанистике, проектами в бюджетировании, партисипаторным. Прекрасное слово. Это вот те люди, кто на местах уже что-то делают. Меняют жизнь. Были люди, кто еще только думают, что делать, то есть там новые проекты рождаются, пытаются их продумать, вместе общаются, обсуждают эти вещи. Это важно, потому что именно эти активные люди и создают какую-то точку притяжения в городе, потому что если ничего в городе не меняется, то зачем другим людям там оставаться? Когда можно приехать в те локации, в те места, где какие-то изменения происходят позитивные. Пусть их не очень много. Это проще, да. Наверное, те люди, кто дарует надежду может всем остальным. Смотрите, какая история. Это два, на самом деле, звена одной цепи. Партиципаторное бюджетирование, глобальная история про урбанизацию и участие людей в организации жизни в городах и селах. И те люди, о которых сейчас говорил Виталий, это точки притяжения, люди, которые на местах что-то делают. По-другому не бывает. Всегда все делают люди. И вот мы тут в своих программах тоже всегда говорим, что бесполезно сидеть на кухне и говорить «сделайте нам». Где тут Шульгин, где тут Васильев, где тут Путин, дайте денег, все нам тут устроите. Не бывает так. Нигде в мире так не бывает. Это всегда люди, которые совместно принимают решения. Партиципаторные, это значит, что каждый принимает участие. каждый участник процесса. Кстати, я вам хочу сказать, коллеги стали звонить наши слушатели и употреблять уже такие слова, как социальный договор, гражданское общество, позиции и прочее. Вот этого не было еще пару-тройку лет назад. Маленькая ремаечка. Несмотря на то, что первая лекция началась с того, что у нас в России нечего абсолютно предложить миру, мы абсолютно неконкурентны, но потом эта мысль у Сагамонова развилась в том, что в мире это не лучше. Просто где-то плюсы больше, где-то поменьше, но везде есть минусы, и если у нас, допустим, то есть мы не хуже, чем в стране, в стране мире, и по условиям труда, но у нас неверие в собственные силы и все прочее, поэтому у нас поэтому нечего предложить. То есть мы просто в себя абсолютно не верим и больше проблем из этого. А все возможности для того, чтобы стать лучше, у нас есть. Анатолий скажет то, что говорят очень многие губернаторы во многих регионах России. Наше главное богатство это люди. И, естественно, мы говорим про образование. Вот так и есть. Это они, это они, лукарят очень многие из них. Нет, и главное богатство. Одна из лекций была как раз таки про образование, которое, какое оно будет, как будет меняться. Потому что мы же понимаем, что сейчас, по оценкам специалистов, знание устаревает в течение 4-5 лет. В некоторых годах. В некоторых год. Мы профессиональное образование имеем в виду. В первую очередь, потому что одно дело там школьное образование, хотя к нему тоже вопросы, какие базовые знания будут необходимы в новом мире, в веке цифровой инфраструктуры, информации, когда в смартфоне можно узнать любую информацию буквально за 5 секунд. Это будет дальше развиваться. А может быть, нам чифр скоро внедрят всем голову, да? А мы на родительском собрании обсуждали, значит, запретить всему классу пользоваться альфонами на неделю, на месяц или как, чтобы они учили по учебнику, как положено. А нужно ли, как положено? А нужно ли как положено? Потому что тот мир, которым мы уже живем и тот мир, которым мы будем жить через буквально 5-10-15 лет, он будет не про учебники. Мы к нему не готовы. И мы говорим в том числе про некое образование на основе проектной деятельности. Вот я был, кстати, в УЗЕ, когда мы все были, то есть мы же помним, что студенты развалили какие-то группы, какие-то проекты. И в рамках этого проекта они сами стараются познать новые знания, которые им нужны в рамках проекта. То есть они идут и подключаются к некой системе информационной. Если можно оцифрованную лекцию, аудио, видео, переведенную на все языки мира лучших специалистов мира, из лучших Оксфордов, Гарвардов и все прочее, послушать либо момент. То есть как будет выглядеть вообще образование системы? Тоже очень важный вопрос. И над темой важно думать и мысли, потому что будущее настанет очень быстро. Да, давайте из этого будущего вернемся и к горизонтальным связям, и к тому, что нам нечего предложить. На самом деле это состояние и эта мысль, это мнение у нас еще больше утрамбовывается тем, что мы благодаря интернету наблюдаем, видим, как развивается мир, да, вот передовые страны. Разрыв настолько гигантский, ладно, мир, Киров-Москва, Киров-Казань, разрыв настолько гигантский, что то ты не захочешь, а загрустишь очень сильно. Ну, от разрыва там не грустится, а грустится от того, что он увеличивается еще. Верно? Он растет. Об этом вы говорили, вот это очень важно, потому что вот это неравенство, вот этот большой такой вот разрыв, вообще неравенство между бедными и богатыми, неравенство между городами очень серьезное. Никакими, мне кажется, БКД и комфортной городской средой не сгладишь, если вот так проводится программа, как сейчас. Вы об этом говорили? Мне интересно просто. Ну, это вопрос только к администрациям тех городов. Неправда. Вот, Толя, неправда. Как раз наоборот, не к администрациям, а к тому, о чем вы говорите. К общему сознанию, к общему желанию, к вовлеченности в процессы. Вот к чему вопрос. Что может сделать администрация, работающая с людьми, которые мыслят столько, сколько... Парадимы 20-летней давности, например. Как вот... Ладно, не буду, а то у меня сейчас... Мы можем уйти от общего к частному и взять, допустим, новую администрацию города нашего. Если он продолжит такими темпами и в таком же русле, я думаю, все будет хорошо. Просто у народа на каждое полезное даже действие сейчас абсолютно не веря. И это не заслуга нынешней администрации, а всех предыдущих. И, ну, как это переломится, я думаю, что если не начнется сокращаться разрыв между Казанией и Кировом, то он хотя бы останется на тех же уровнях и в итоге все равно сократится. Потому что, когда с нуля растешь, это гораздо быстрее, чем дорос, и там уже рост уже не такой быстрый будет. Математическая фигура. Все будет хорошо. Все-таки по горизонтальным связям я бы хотела понять, какие-то проекты у коллег из других регионов, то, что вы увидели, то, что презентовано было, то, что вы обсуждали где-то в кулуарах, вот можно их как-то переложить на Кировскую почту? Планы есть? Давайте о планах ваших. У меня планы кооперироваться с самарцами, компанией «Умный город». У них есть технологии платок парковок, у них есть технологии по транспорту, у них есть технологии про противоаварийные участки, умные камеры со всеми этими вещами. Они отработаны уже во многих городах, в том же Казани, в той же Москве, и там их, они настолько крупные, что их можно даже не покупать у них, а просто взять в аренду. Бюджет ничего не теряет, только уже начинает зарабатывать. Все это они внедрят, приедут. То есть я вот хочу тут съездить, навести с ними контакты, если там все хорошо не на словах, а на деле посмотреть, то я просто их сведу с нашими администрацией, пусть они решают, как это будет. Ну, слушайте, во-первых, сами темы, которые обсуждались, то есть их нужно продолжить обсуждать уже на локальном уровне, нужно там перекладывать. Здесь, я думаю, очень важно будет посторонничать в целом с КГИ, то есть они, если все хорошо, то придут там 1 марта. В целом, переложить там некую глобальную повестку было бы, наверное, интересно на наш локальный уровень. То есть безусловно какие-то там ребята, кто есть из других регионов, которые спрашивали, а что у вас там с дорогами, как вам удается влиять, то есть готовы поделиться. Потому что одна из там лекций у Ильи Шуманова это Transparency International в принципе про коррупцию, про восприятие коррупции, про взаимоотношение, как можно влиять. И вот то, что он говорил, в принципе, мы этим и занимаемся. То есть это стратегия сдерживания, как она меняется. И надо сказать, что Илья Шуманов и ребята, которые занимаются открытыми данными, вот буквально на днях выложили замечательную новость, они открыли курс обучения, собственно говоря, можно блогерам, журналистам и не только кому угодно. Записаться в эту школу, чтобы понимать, как пользоваться открытыми данными, как сопоставлять факты, цифры и так далее, и даже делать материалы. Есть такая история. По ППМИ? А может не по ППМИ? Инициативному бюджетированию? Может Александр вообще другим собирается после школы заниматься? Нет, как раз. Александр там был очень популярный, к нему каждый день на обеде, на ужине. Как в каждом кофебрейке мы подходили и спрашивали, как там сделать уже самое пустяное. Мы еще можем взять полезное для себя или мы можем только делиться? Нет, можем. Мы можем еще развиваться. Я думаю, что наше партисипатворное бюджетирование должно двигаться дальше. в плане обучения очень интересный опыт представленный в этом году был вообще на всех площадках. Это остров Сахалин. Там суммы, не будем озвучить, которые там давались на развитие. Там очень огромно. Там каждой школе давали по 3 миллиона. И ребята решали, куда эти 3 миллиона потратить. Это очень клево. У нас такого нет, но к этому надо стремиться. Каждой школе по 3 миллиона. И дети решали, что с ним делать. Да, да. И причем они могли это решать, не обязательно это было делать на своей территории школы. Они могли делать парки, площадку для скейтов, кататься. Представляете, мне нравится эта идея. Ну вот Сахалин в этом году очень шагнул. Я хочу. 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 Да, они это самое. Но вот наша тема интенсивное бюджетирование, она на самом деле очень актуальна. Как сказали коллеги, что на самом деле не было ни одной минуты свободной, и когда только мы освобождались, ко мне подходили люди, они и коллеги очень спрашивали много, очень всех интересовало тех регионов, где это еще не началось, с чего начать, куда пойти, кого спросить, что делать, кому написать. Да. И это очень на самом деле важно, что заинтересованы очень многие регионы, заинтересованы в том, чтобы данный процесс запустить у себя. И очень важно, чтобы в нашем регионе не падал интерес, а мы все время на грани, понимаешь? Ну, это, если бы была отдельная тема, об этом уже говорится. А мы сделаем. Мы сделаем. Спасибо. Мы готовы. Да, завершаем, завершаем дневной разворот. Мы итоги зимней школы университета комитета гражданских инициатив подводили с Анатолием Курбатовым, Виталием Брамом, Александром Луповым. Анна прощается с вами. Всем до свидания. Светлана вернется через 20 минут в программе «Особое мнение» с Игорем Панкратовым. Всем счастливо. До свидания. Пока.